Общение это удовольствие, это ответы и новые загадки, это гармония и счастье, это любовь и дружба и обещание новой встречи. Мир это то, чем являешься ты сам. Программа Искусство Интервью. Казахстанская Медиа Академия общается с интересными людьми. Всем привет, с вами Ника. И сегодня у нас в гостях невероятно талантливая поэтесса, а также яркая и прекрасная личность Наталья Филатова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Взаимно. Наталья, ваши стихи восхищают. Что вдохновляет вас писать такие красивые строки? На самом деле вздохновение можно черпать, просто проходя на улице. Можно найти первые строки, сидя в кофейне. И посмотреть на пару за соседним столиком. Мимо проходящая женщина может вдохновить даже просто уставший вяз на теренкуре. Когда вы впервые поняли, что стихи это не просто красивые слова, а целая вселенная, в которую можно углубляться все глубже и глубже, каждый раз открывать для себя что-то новое и особенное? На самом деле первые мои стихи были написаны в шестом классе. Я успокаивала своего одноклассника, который получил двойку за дингтант. И так получилось, что первые строки о каком-то гномике я написала в шестом классе. Мой одноклассник мне не поверил, и, к сожалению, эти стихи не сохранились. Потом было студенчество, учеба на филологическом факультете. Первое мое высшее образование — это учитель русского языка и литературы. И филологический факультет научил чувствовать слово, научил его воспринимать как некий объемный продукт. Я научил филологический факультет играть словами. Вот оттуда и пошли мои стихи. Прекрасно. Что вас вдохновляет создавать такие прекрасные стихи? Может быть, это люди вокруг вас, прочитанные книги или жизненные ситуации? У меня есть любимая поэтесса Марина Цветаева, и она очень большое влияние на меня оказала. На самом деле вдохновить может совершенно неожиданные вещи. Может вдохновить поход в горы. Очень люблю прогулки на Теренкуре. Алматинский Теренкур для меня — это некое место силы. Может вдохновить кот-британец, который у нас живет дома. У меня даже есть стихотворение ему посвященное. Песня в хорошем исполнении. Все, что угодно. И я даже не могу сказать, откуда первая строка рождается. Она просто приходит и цепляется. И иногда стихотворение пишется месяц, а иногда оно может быть написано за пять минут. Очень интересно. Спасибо. Но у меня есть вопрос чуточку не по теме. Когда вы находитесь наедине с собой, что помогает вам почувствовать комфорт и чувство внутреннего спокойствия? Я, в принципе, человек такой... Ну, я читатель. Хорошая книга всегда приводит в комфорт и все мысли, и чувства. Хорошая книга, хороший фильм. Люблю фильмы, люблю старые советские фильмы. Один из моих любимых фильмов — это «Любовь и голуби». Я его могу, мне кажется, смотреть бесконечно. Не знаю почему-то. Вот эта простая деревенская история о любви мужчины и женщины, о семейных ценностях. Она способна успокоить и на многие вопросы найти ответы можно в этом фильме. Хорошо. В своем профиле попомянули то, что увлекаетесь пешими прогулками, любите горы и душевные беседы у костров. Есть еще что-то, чем вы увлекаетесь? Я любитель спорта. Пять раз в неделю я в фитнес-зале. На самом деле делаю неплохие успехи. Когда-то в студенчестве было такое, в советский период, как бы в постсоветский период, было такое занятие, называлось «Культуризм». Сейчас это превратилось просто в фитнес. И вот спорт на самом деле закаляет характер, мне кажется. Очень сильно. Есть ли у вас любимые блюда, которые вызывают вас особенной ассоциацией или воспоминания? Например, песни могут напомнить особенное место. Блюда. Да, есть такие блюда. У меня моя любимая бабушка, она мама моей мамы по материнской линии. Вот это блюдо, которое я ассоциирую, наверное, с бабушкой, она моя подружка. Бабушка такая у меня была немножко хулиганистая. Она прошла военные годы. Она курила папиросы. Причем не сигареты, а именно папиросы без фильтра. Ее любимые папиросы — это были Беломорканал. И вот почему-то все мое детство мы провели там. И ассоциация с бабушкой — это куриная лапша. Это любимое блюдо, которое бабушка готовила. У меня замечательная иния. Ну, свекровь по-русски. Ассоциация с ней — это манты. К сожалению, ее уже с нами нет. Ну, вот вкуснее мант, чем готовила моя свекровь, я не ела. Был ли в вашей жизни момент, когда вы серьезно думали, чтобы поменять профессию или выбрать совершенно иной путь? Да, штормило меня немало. Первое мое образование, как я уже говорила, филологическое. И по итогу я должна была прийти в школу учителем русского языка и литературы. И моя практика в девятом классе мне показала, что я очень плохой учитель. Потому что подростки меня ни во что не ставили. А я сделала ход конем. И я пошла в полицию работать. Да. Закончила, в конце концов, юридический факультет. Пришла в полицию с тем, чтобы стать инспектором по делам несовершеннолетних. Но, к сожалению, так судьба сложилась. Я попала в следствие. И проработала в органах полиции, в правоохранительных органах больше 26 лет. И после выхода в отставку, я вышла в отставку в звании подполковника. И я так и осталась на юридической специализации. Единственное, только подменяла немножко профиль. И с публичного поля правового я перешла в поле частного права. Простым юрисконсультом сейчас работаю. Хорошо. Вот вы упомянули юрисконсульцию. Были у вас моменты, когда вы нарушили правила или сделали что-то не совсем честно, но считали, что это было необходимо? Да, были у меня случаи неподчинения приказу, который мне оказался совсем неуместным и ненужным. А потом я очень плохой пешуход и частенько нарешаю правила дорожного движения. Потому что я зачастую перехожу на красный свет, когда нет машины. Ну, это для нас, наверное, для всех характерно. А как водитель я очень законопослушный. И практически у меня за мои... С 2008 года, это 14 лет за рулем, за 14 лет у меня только два штрафа. Я очень законопослушный водитель. Это потрясающе. Насколько я знаю, у вас есть дети. Какие самые трогательные моменты вы запомнили в роли родителя? А каждый виток или каждый год жизни детей он приносит свои истории, свое ощущение мамы по отношению к этим детям. Первая наша старшая дочь, она была у нас для нас, как бы, я бы сказала, стартовой площадкой для того, чтобы наши навыки родительские развились. Не всегда мы по отношению к ней были правы. Сейчас вот с учетом опыта жизненного, с учетом второго ребенка, третьей дочери, каждый ребенок раскрыл меня, как маму, вообще по-своему. Со старшей я была очень требовательная мама. Мне кажется, даже мама-абьюзер. С сыном, мне кажется, я получилась мама, наверное, друг. И у нас очень хорошие дружеские отношения с сыном. А с младшей дочерью, мне кажется, я мама-пофигист. Я ее настолько отпустила и практически не требую и никаких воспитательных жестких мер вообще к ней не применяется. Но все равно самое правильное поведение, мне кажется, вот именно с сыном. Если ваши стихи имеют свою уникальную красоту, есть ли у вас особенный стих, который вам очень нравится, и вы могли бы сейчас нам прочесть? Ох, вот прочесть наизусть я, к сожалению, не умею, не могу. Я из тех поэтов, которые выпустил стихотворение в жизнь и попрощался с ним, потому что свои стихи я наизусть не помню. Но любимое стихотворение есть. Оно называется «Шла женщина». Моя первая книга как раз вот посвящена этому стихотворению. Но не знаю, давайте попробую что-то прочесть из этой книги. Пусть не эта. Картинка из детства. Под рукой изумрудные травы Я лежу на поляне ничком У речушки за нею дубравы Зажимаю жука кулачком В небе яркого солнца огниво Разжигает полуденный зной Где-то птица вздыхает пугливо Разбежаться б, нырнуть с головой Но по телу проходит из тома Недочитанный томик упал В теплом волосе цвета соломы Муравьишка устроил привал Мир вокруг восхитительно чистый Никаких тебе туч или бурь Улыбаюсь задорно-лучисто Солнце, зелень, речушка Июль Вау, это потрясающе Спасибо большое Спасибо большое Есть ли у вас еще любимые книги Помимо написанной вами? Да Ну, как я уже говорила Из поэтов Я обожаю Я просто восхищаюсь поэзией Марины Цветаевой А из прозы Наверное, самый мною прочитанный И, мне кажется, зачитанный до дыр Это роман Булгакова «Мастер и Маргарита» Хорошо В завершении нашего интервью Я бы хотела узнать Хотели бы что-то передать своим читателям Или тем, кто только начинает свой путь Читателям Я Наверное, рекомендую Не останавливаться Не зацикливаться на одном Каком-то авторе А поглощать литературу Любую Разную В прозе В стихах Потому что Любая книга Она позволяет раскрыть Самого себя Она позволяет Более Осознанно понять Этот мир То, что творится Вокруг нас Ну а молодым писателям Верить в себя Верить в себя Доверять себе Доверять своему чувству И не слушать хейтеров Однозначно Хорошо Наталья, огромное спасибо Ставь душевный и интересный разговор Было очень приятно С вами познакомиться Здесь мы еще увидимся Спасибо большое За интервью Было очень приятно С вами познакомиться Спасибо А мы завершаем Наше интервью С прекрасной Натальей Филатовой До скорых встреч Казахстанская медиа Академия Общается с интересными людьми Редактор субтитров А.Семкин